Это идеальные лица светлого коммунистического будущего. Слегка упитанные, но активные, а главное счастливые граждане страны Советов. Акцент художники выставки социализма почему-то сделали на женщинах. Образ женщины на этой выставке действительно удивляет. Она не просто коня на скаку остановит, она выполняет тяжелую физическую работу с улыбкой на устах. К примеру, здесь на плече несет с легкостью переполненное ведро с углем. А здесь будто бы порхает сумочкой в руках. Правда, вместо сумочки у нее кусок раскаленного железа, который весит не меньше 20 килограммов. Очевидно, что был государственный заказ. Здесь представлены картины, начиная с 1928 года. Этой почти 100 лет. Советское правительство хотело показать народу, как быстро изменилась жизнь. С поразительной скрупулезностью прорисована мимика и характер каждого рабочего. Они трудились в шахтах и умели собирать лучшие в мире велосипеды. Картина с велозавода особенно выделяется яркостью красок. Поколение сталинской эпохи также покоряло неизвестные уголки планеты и ради сокровищ спускалось на дно морей. К примеру, эта картина написана по реальным событиям. Есть теория о том, что художник действительно погружался на ту же глубину с водолазами. И отслеживал физику движения, физику оборудования, как это все себя ведет под водой. И срисовывал с натуры. Картины Бролского, Дейнека, Самохвалова представлены на выставке. Здесь показана идеальная жизнь, в которой кроме труда есть место идеальному отдыху. И все же современники, организаторы выставки, назвали ее утопическим городом солнца. Это своеобразный исторический срез советской эпохи 1930-1950-х годов. Она позволяет, своего рода как определенный срез, показать то время, чем жили люди, какие были исторические события. Художники приукрашивали действительность и, тем не менее, реально ее меняли. Работы воодушевляли миллионы советских граждан. Рождался миф. В большинстве регионов страны жизнь именно такая, и только мы отстаем. А если получилось у них, обязательно получится и у нас. Такими словами вдохновляли свои коллективы руководители многих предприятий. И в стране совершались подвиги, которые во многом помогли выиграть Великую Отечественную войну и восстановить страну после. Антон Примачев, Александр Марченко. Смотри Хабаровск.